Всем привет! Рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, ребят, поговорим мы с вами о канале Ольга Уралочка Лайф. У нас с вами утренняя рубрика по комментариям. Ну что, ребят, поехали! А мне понравилось высказывание Олы. Я-то, в принципе, в лёгкую могла бы день как бы не есть. Но не есть это как бы для меня нормально. Можно это всё как бы вы, но мне надо пить. Больные люди, но лекарства надо пить. Во как! Не есть для неё нормально. Ага. Сама испугалась своих слов. Замекала, забекала. Глаз горит только при виде еды. Много еды. Ну и дальше, ребят. Вот если сафар пост соблюдает, Зачем такие тазы готовить? Господи, когда же она нажрётся? Вот, ребят, и я о том же. Значит, знаете, вывод такой, что не очень-то и соблюдает. Ну или Уралка назло решила всё сделать. И не зря. Сарафан такой злющий, когда она в магазине скупала, скупала эти овощи, набирала эту колбасу. И, конечно же, ему, возможно, неприятно, что ему приходится не есть, ещё и не курить, ещё и не пить, а это будет жрать просто тазами. И действительно, это так смешно, когда она говорит, как бы могла не есть. Уралка, ну а чё ж ты как бы и не ешь? Если как бы не ела, то похудела. А так вот как бы, как бы ты жрёшь и как бы ты жреешь. И дальше. Что-то я ничего не пойму, пишет Варвара Краса. Наши ортодоксальные мусульмане, верующие безгрешные, жрут куратоп средь бела дня 12 марта в 2024 году, священный месяц Рамадан, начинается 11 марта и заканчивается 9 апреля. На закате в ночь на 10 апреля верующие отмечают праздник разговения у Роза-Байрам. Где мусульмане ревды? Почему в бубен не настучали верующим? Ну и ответ. Ага, верующий мусульманин свою любимку в бассейне купает и на показ выставляет. Ну очень верующий. Услышали слово пост и в магаз за жратвой затариваться. Ну а чё, уралка ищет выгоду. Сарафан есть и не будет. Да, поэтому уралка готовит себе да побольше, побольше. И прикиньте, вот нинкак и правда не нажрётся целую здоровую бадью этот контейнер капусты, которую, собственно, она так хотела похрумкать. Ну, конечно же, сарафан прикинулся, что он тоже так любит капусту. Так любит капусту. Да, только с его дёснами эту капусту не угрызть, не ухрумкать. Только уралка может. Угу, вставными челюстями. Ну, а обдугани, как сказала уралочка, кстати, опять его выставила на посмешище, и я упустила этот момент. Что она говорила? Что обдугани курочку бы ел только. Да, ну, конечно же, конечно же. А уралочке курочке-то жалко. Вот она и ноет, потому что ей, опять же, курицу придётся делить с обдугани. И её от жадности прям колотит. Он для неё конкурент по жрачке. Кстати, да, где же он пропал? То уралка нам заявляла, что он из школы пришёл уже, там она ему есть погрела, он поел. А когда уралка набодяжила еды, что-то не видно было обдугани. Куда-то улетучился. А его, похоже, и не было. Он приходит только по вызову. Угу, когда вызовет сарафан, тогда и приходит. Ну и дальше. Кому набрали колбасы? Один на посту, другая всё это не ест, третий на диете. Куда колбасы столько набрала? Ну и ответы. Диета такая, колбасная. Они ещё к лету кур заведут. Сто штук. Ещё один тухлый сарай для них построят и новую морозилку в однушку втащат. Семейка Адамс. Вот и прикиньте, они целую морозилку набили курицами и не жрут, а покупают ножки. А потому что сафарчик не ест, и ему надо только из магазина. Вот поэтому Уралочка и таскает эти планшетки. То с грудкой, то целиковую курицу из магазина притащит, да и дурит людям голову, что это её домашняя курочка. То ещё чего-нибудь, да, особенно когда она курицу покупает на шашлык. А что, свою нельзя разморозить, да? Нельзя и замариновать. Ведь полным полно. Но нет, сарафан не будет есть. И когда я, ребят, вижу, что сарафан ест курицу, я чётко знаю, что это курица из магазина. Я вспоминаю, когда Уралка эту картошку жарила. И вместе с курицей. Помните, сарафан ел одну картошку. Курице он не притронулся. А как стонал показательно, что я так люблю картошку, я так люблю картошку. Курицу он тоже любит. Ещё как любит. Но только из магазина. Ну а дальше. А на свай в пост можно. Главное, колбаса типа халяль. Вот точно, ребят. Ведь он же всё равно, если не курит, то нажёвывает. Если сигареты видно, что курит, то на свай можно спрятать за губой. И дальше. Сафар не выдержит никакой пост. Он постоянно хочет есть в такие дни-то, когда тазики еды готовятся. Брехуны. Даже в такие дни совести хватает врать. Я лично не верю. Столько еды на столе, а он спокойно стоит, слюнки глотает. Брехуны. Нет, конечно. Во-первых, такую рядом пусть даже несколько часов не каждый выдержит. Он успокоительные принимает, а после них на жрачку тянет. И поэтому он постоянно есть хочет. Какой тут пост? Ну и дальше Наташа Фёдорова отвечает. Да брешут, как обычно. Я, ребят, тоже не верю. Ну не верю. Хоть чё мне кто бы говорил. Какой пост? Пост только лишь для показухи. Главное, чтобы не запутались, да, в своём вранье. А то часто путаются. Помните, как было в прошлом году? Как Сарафан, значит, про воду говорил. Газировки набрали, и сколько Сарафан газировки выпил. Как же так? А ведь пост. Это было палево. Потом ещё, я уж, правда, не помню, на чём они там палились. Точно так же и сейчас, ребят, будет. Уралка обязательно где-то запутается. И дальше, ребят, мне прям приятно было читать. Кто бы ей подсказал, что нет ничего вкуснее белорусской колбасы? Серьёзно. И молочная продукция самая лучшая. И шоколад. Ну и ответы. Да, настоящая колбаса сейчас только белорусская. Никакая больше. Я вообще доверяю белорусской продукции. Там всё натуральное, настоящее. Ну и дальше, да бросьте. У нас тоже есть хорошая колбаса. В каждой области есть неплохие мясокомбинаты. Просто не рекламируют и всё. Вы знаете, я вот частично, конечно, могу согласиться. У нас действительно вкусная колбаска. Хотя я не скажу, что она прям вот, ну, самая-самая вкусная. Соглашусь, не вся, конечно, не вся, но вкусная. Когда я в первый раз поехала в Россию, я понятия не имела, какую можно купить колбасу, наслушавшись. Ну, в общем, людей, которые, ну, пробовали российскую колбасу и что её не сравнить с белорусской. Я, естественно, так, знаете, осторожно к этому всему относилась. Но, правда, всё равно купила один раз сосиски. Достаточно дорогие. Я, правда, и не помню, сколько они уже стоили. Это было много лет тому назад, и потому что у меня попросила Лера. Мама, я так хочу варёных сосисок. Ну, ладно, я купила. Лера один раз откусила и больше не стала есть. И я хочу сказать хорошо, что я их много не купила. Я их порезала на кусочки, и ранним утром я вынесла во двор. Там стояла, значит, тарелочка, и я туда высыпала эти сосиски. И спустя неделю, когда мы уже уезжали, эта тарелка так и стояла, и сосиски прям высохли. Понимаете, даже котики, которых во дворе было много бездомных, не стали есть. Но потом, это я свою историю вам рассказываю, что когда я узнала у знакомого человека уже в России, какую в Башкирии, это в Уфе, какую колбасу можно купить, какая вкусная, какие сосиски вкусные, ну и рассказала ей, мне подсказали, какая вкусная колбаса и какие вкусные сосиски. Я, опять же, вам уже не скажу, потому что это было много лет назад. Если я сейчас куда-то еду, я, ну, особо-то я и не беру эту колбасу. Если и беру, то исключительно в дорогу на бутерброды, да. Ну, а так я уж не покупаю давным-давно никакие сосиски и никакую колбасу. А если мне нужно, я просто покупаю с собой куриную тушенку, говяжью тушенку. И я знаю и уверена на 100% в нашей тушенке. Что там действительно мясо, а не лишь бы что. Нет, конечно же, есть когда закладка с меньшим процентом. Такая тушенка дешевле. Ну и кому как хочется купить качественную, где действительно практически 100%, не полных 100, но там, по-моему, 90 или 80 чем-то процентов мяса. Просто мясо. Есть, конечно же, где 60 и 55. Так что везде есть вкусная колбаса, вкусная тушенка и вкусные продукты. Уралке не надо подсказывать. Не надо. А то припрется еще сюда за колбасой, да за тушенкой. Обойдется. Пускай ест свою халяль. У нас самая вкусная свиная колбаска. Уралка сейчас слюной захлебнется. А какое у нас сало вкусное домашнее. Так что, уралка, истекай соляной. Дальше. А куда опять 50 килограмм мяса делось? Вообще ничего не готовят. Все покупное или выпечка. Ну и ответ. И кур покупают. А куда свои куры делись? И правда, ребят, как-то готовили говядину. Мяска она все показывала, доставала. То фарш доставала. А сейчас опять только все из магазина. Шашлык магазинный. Ножки магазинные. Что-то непонятное происходит. Вот знаете, когда я что-нибудь скажу, озвучу в своих обзорах, тут же идет показуха. Давай, уралка, уже показывай нам мясо. И показывай уже нам эти морозильные камеры. Пойди уже пустые, да? Ну и дальше, ребят, зачитаю еще один комментарий. Свиноматка вспомнила, как в детстве во дворе резвилась. Ах нет, это она оговорилась. С ведром она стояла и булку с кетчупом жевала. Ну мы же говорим про двор, что в игры мы с вами играли, веселились. И никто домой не хотел идти, чтобы поесть. Я вообще, ребят, я повторяюсь, вообще не думала про еду. Для меня это была катастрофа. Услышать из окна, оля, кушать. Все, думаю, трындец, понимаете? А это даже на улицу с булкой выходило. И все воспоминания только о жрачке. И на сей раз уже кексики. Как написали у меня в комментариях, что не исключено, что в сухомят эти кексики уже из пакета поела. И дальше. Вы, наверное, пропустили, когда она сказала, что завтракает одна, а Сафар будет обду и корнит. Вопрос где? Ну как где, ребят? Она уже заговаривается, она уже путается, понимаете? Я уж боюсь представить, что будет с этим постом, раз она вот палит себя. Вот опять же спалилась. Да, я этот момент упустила. Но, если честно, не удивлена, что не ролик, то очередное палево. А еще, я вот не понимаю, да, Уралка путается, врет. А этот что? Не понимает, что она несет и не может вырезать? Ну, он как бы тоже получается с приветом, что ли. Сарафан, привет! Букет, ты хоть видосы свои проверяй, да вычикивай, Уралкина палево. Иначе тебе придется, да, признаваться и открывать тайну, покрытую мраком. Ну, а дальше. Сегодня на 18.42 у нее синяк на руке. Видимо, букет из белых роз его жене не отдавала. Я, ребят, посмотрела этот момент. Да, там и правда синячище, но видно, что уже не свежий синяк, потому что он уж прям, знаете, такой бордовый. Прям бордовый-бордовый. То есть уже стал фиолетовый. Не синий такой, а фиолетовый. Больше в коричневый уходит. Я не знаю, где это можно так шарахнуться вот этим вот жиром, свисающим с руки. Где это можно так стукнуться, если сама Уралочка стукнулась. Я думаю, Сарафан, похоже, за руку ее конкретно схватил. А руку-то не обхватишь. Вот и получилось, что уцепился за ее жиры. А я, ребят, говорила, что все у них там непросто. Скандалят они по полной. И не зря Уралка постоянно опухшая, зареванная, потому что есть из-за чего и плакать, и закидывать за воротник. Ну, потому что ей очень хочется быть любимой женой. Но ей никогда не быть любимой, и она прекрасно это понимает сама. В общем, мои хорошие, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте свое мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично мое мнение, и я его никому не навязываю. И на этом я буду заканчивать и прощаться с вами. Всех вас обнимаю. Всем пока-пока.